Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Майя Гуринович, мы с вами на Барсе, и в гостях у нас сегодня Даша Нехейма, танц-педагог, учитель танцев. Добрый вечер, Даша! Да. Очень приятно тебя видеть. Можно как угодно, на самом деле, назвать и представиться, это всегда достаточно сложно себя чётко идентифицировать. Каждый период жизни, разные названия, поэтому преподаватель танцев хорошо. Но ты же прежде всего хореограф, если так вот проще-то, да? Это по диплому ты учитель танц-педагог, получается, да? Дипломов много, на самом деле. Вот так вот. Да, как-то так получилось, что непозволительно сразу становиться хореографом или выбирать свой путь порой. Ну, родители не уверены в том, что это что-то серьёзное или способное обеспечить тебе жизнь, и поэтому сначала пришлось получить такие образования, которые стандартно вызывают уважение. Вот. Не относящиеся к хореографии. Не относящиеся к танцам совсем, да. Это связь с общественностью, переводчик в сфере профессиональной коммуникации. А потом в 25 лет был колледж культуры наш. Ивановский колледж культуры. Очная хореография в колледже экзотична, потому что тебе уже 25, а рядом с тобой девчонки, которые закончили 9-11 класс. Ну, слушай, а вообще хореограф с высшим образованием, преподающий в школе танца, ну, просто вот у вас как ID, ID школа, как это называется, ID студио, да? Школа танца, ID dance studio. ID dance studio. Это, наверное, не во всякой dance studio Ивановской есть. Да, да, да. Ну, колледж это не высшее образование, а средне-специальное, высшее, это уже питерская академия Вагановой, вот, образование художественной практики современного танца, магистратура, вот это уже высшее образование. И да, действительно, не так часто мы можем найти в любительском коллективе, да, педагога с высшим образованием, но я раньше, на самом деле, думала, когда мне вручали диплом в колледже, и там было написано руководитель любительского коллектива. И мне как-то это так, ну, как любительского. Ну, как любительского. Надо что-то поосновать. Да, вот. А потом я поняла, что слово любительское, оно же прекрасное. Это же слово любить. От слова, да. Да, то есть когда мы говорим профессиональный танец, это уже сразу какая-то ответственность, какая-то серьёзность, детей лишают детства. И вот это всё такое жертвенное. Вот. Мне, в общем, очень нравится, что любительский коллектив, и, ну, а какого он уже уровня, это другой вопрос. Да, у вас там всё по любви. Кстати, о любви. Нельзя не заметить твоего более чем интересного положения. Ну, да, да. Мы тебя пока поздравлять не будем, мы просто пожелаем, чтобы у вас всё было хорошо. Хорошо. И вообще в этой студии впервые, наверное, втроём мы находимся, действительно. Да. Вот. В связи с этим вопрос, как материнство влияет на хореографию, на профессию хореографа, потому что это всё-таки не в офисе сидеть там, да, за компьютером, а более такая подвижная специальность. У тебя же уже есть опыт, старший ребёнок. Да, да. У меня уже есть дочка, ей пять с половиной лет. Вот. И вот сейчас в это непростое достаточно время мы решились на второго человека. Ну, в общем, наверное, я всегда задумывалась, да, возможно ли соотнести искусство, да, и то, чем ты занимаешься, и тому, чему ты посвящаешь прямо всю свою жизнь, вот, с семейными какими-то возможностями, ценностями, реализацией. Вот. И тут, ну, в общем-то, у всех всё очень по-разному, и кто-то готов жертвовать полностью свою жизнь. Да. Я с уважением к этому отношусь, потому что это абсолютно великие люди, которые делают трансформацию вообще. Погружаются в материнство, да? Нет, я сейчас имею в виду тех, кто, наоборот, отказывается от вот этой семейной какой-то жизни и жертвует себя искусству, профессии, какому-то своему делу. То есть, ну, это просто такая потребность, вот, так сложилось, все мы разные. Вот. Я понимаю, что я без этого не смогу. Ну, давайте, как бы мне это очень важно. Вот. И плюс я замечаю, что каждый ребёнок, ну, сейчас уже, конечно, очень пафосно звучит, потому что всего второй, но всё равно. Вот. Меня это очень трансформирует. То есть я очень изменяюсь, и своего рода это, если это анализировать и рефлексировать, это своего рода терапия. Ну, то есть ты просто каждый раз узнаёшь себя, перепрошиваешь себя, идёшь дальше. Вот. И поэтому я вся очень активная в своей беременности. Ну, беременность позволяет. Вот. И вот до 36-й, восьмой недели я всё что-то делала. Прямо танцую, что ли? Или показываешь, как танцевать? Ну, как бы хореограф, это же не про то, что ты показываешь. Вот. Хореограф, это про то, что ты наставник, который ведёт и который грамотно умеет руками учить танцевать. Иногда и так. Вот. Поэтому вот, кстати, закончились только что преподавательские курсы в нашей школе. Вот. Три дня мы активно с педагогами обучались, я активно участвовала в процессе курсов. Вот. Недавно у нас были какие-то события, я тоже там везде была, что-то делала. Ну, то есть как бы мне кажется, что материнство и вот этот процесс девятимесячный вынашивания, это не стоп для всего. Ну, это же бывает такое, типа, о, ну всё, сейчас декрет вышло, 30 недель, да. Начинаю готовить жилища, забиваю на себя. Ну, это нормально, то есть это психологические процессы, но при этом как-то же женщины рожали раньше и не прекращались. И в поле сразу. Да, не прекращали, ничего делать. У нас, правда, не поле, но поле возможностей. Вот. Поэтому, мне кажется, активное материнство и, в общем, ну, это клёво, мне нравится. Дезактивное материнство, это здорово. Да, да. Ещё одно ваше детище, причём в прямом смысле слова, IT Dance Studio, это ваше действительно детище, потому что это вместе с мужем вы создали, Иван Кутузов, хороший очень хореограф тоже, танцор великолепный, я его прекрасно знаю. Каково, когда вся семья в сборе и на работе постоянно вот вместе, как это вообще происходит у творческих людей? Сложно. Конечно, сложно. 15 лет в этом году нашей школе, вот вроде так всё начиналось, и вот так, чух, 15 лет. Примелька ноль. Очень быстро. То есть, как бы, мы очень изменились за эти 15 лет. Всё начиналось с такой, действительно, студии, вот действительно студии, куда все приходят и просто классно проводят время. Ну, вот как бы, да. И нам важно было, чтобы людям было классно. Вот. Потом появились другие аспекты деятельности. Захотелось не только, например, веселиться, но и побеждать. Ну, становление личности. В тщеславе, в общем, тоже всем хотелось своё как-то проявить. Вот. Начали лезть на соревнования, проявлять себя и так далее. Потом мы задали себе вопрос, а что мы несем? Началась образовательный какой-то аспект в школе. То есть, появились методисты, появились образовательные программы, расширились программы наших соревнований, чемпионатов. То есть, появились какие-то образовательные блоки, да, чтобы, в общем-то, ну, ученики не только танцевали, но ещё и что-то здесь тоже менялось, потому что невозможно танцевать, если здесь ничего не меняется. Да, то есть нужно прокачивать голову. Ты так считаешь? Я думала, что... Однозначно. До этого момента я так не думала. Ну, нет. Понятно, что можно. Вопрос, что это даёт. Вот эти все вот эти уличные танцы, они же ни к чему не обязывают, как бы. Ну, то, о чём ты рассказываешь, это совсем другое. Совсем другое. Вопрос, ну, как бы, зачем мы это делаем. То есть, как бы, все же приходят в танцы очень с разными целями, да. Есть родители, которые отдают ребёнка в танцы, чтобы, ну, условно говоря, метаболизм ускорился. То есть вот сейчас он там вот побегает, вот похудеет, здоровее себя будет чувствовать, всё, да. Вот. Кто-то для коммуникативных функций, да, чтобы, в общем, лучше общался ребёнок, научился, социализировался, да. Вот. Ну, и пока в Иванове этот процент не велик, но вот, например, если мы говорим про столицы, и Питер, и Москва, вот, всё-таки родители уже понимают, что через тело начинаются очень важные ментальные процессы, запускаются. Вот. И, в общем-то, если учесть, что сейчас заблокированы очень многие возможности из-за активных соцсетей, гаджетов, отсутствия живого общения, то через тело очень легко зайти вот в эти возможности. Вот. Потому что ты становишься, ну, откликаешься на многие процессы, когда твое тело включено, когда ты понимаешь, как оно устроено, какие сигналы оно тебе может давать, как их услышать, как себя вот как бы вообще чувствовать и понимать. И вы этому тоже учите, что ли? Да. Как-то познавать себя, да? Вот прям вот с такого, да. То есть вот если раньше мы веселились, вот, и соревновались, то теперь как бы здесь больше такой проосознанный танец. И даже малышки у нас, то есть это, ну, я это очень ценю, у меня тоже дочка занимается в моём коллективе, в нашем коллективе. И вот когда они начинают... Ну, вот дети, они же очень непосредственные, они двигаются, как хотят, у них такие движения. Вот. И раньше она всё смотрела, как на дрыганье. Ну, дрыгается, и ладно, да. Вот. А по факту это ведь вот то аутентичное, настоящее свободное движение, из которого мы должны заходить дальше. То есть не блокировать его, всех сажать в одинаковые позировки, выставлять руки и по методике Вагановой в пять лет шпарить. Да, то есть как бы не нужно их лишать вот этой идентичности, индивидуальности. Вот если ты через неё заходишь даже в стрит-танец, ну, вот имеется в виду хип-хоп и так далее, там открываются совсем другие возможности. То есть ты не штамповка вот эта вот одинаковая, которая движение учит, да, а ты уже узнаёшь себя через танец, через движение. Но ты этому тоже где-то училась? Или это просто у тебя как-то вот по наитию, ты всему этому обучаешь ребят? Ну, нет, какое наитие? Наверное, это чего-то тоже. Это невозможно по наитию. Кто-то тебя учил, да, или как? Конечно, конечно. То есть... Это какие-то были курсы или что это? Ну, в основном, вот основной такой перелом, серьёзный, был связан с получением высшего образования в Академии вот русского балета в Аганне в Санкт-Петербурге, магистратуре, потому что магистратура – это теоретическая уже такая специализация. То есть если бакалавриат – это больше всё-таки про практику, да, то магистратура – это очень серьёзный прокач мозгов. И у тебя добавляются в вашей школе вот эти новые предметы какие-то, наверное, или какие-то занятия, да? Да, да. Но они добавляются как? То есть понятно, что мы не можем посадить детей в 5-6 лет, условно говоря, дошкольников, и начать им говорить про телезность, осознанность, надпочечники, почки, печень, из чего мы составим. То есть им это будет, конечно, не так интересно. И здесь уже включаются как раз педагогические вот эти вот практические навыки, которые были наработаны. То есть о чём я спросила про мужа-то, он как тебе в этом помогает? Или как вы с ним там, я не знаю, соперничаете, может быть? Я понимаю, что такой вопрос... Такой был, был, был раньше. Такой был раньше, да? Мы гнались друг за другом, мы так друг друга подтягивали в этом смысле. Вот, потом мы просто поняли, что мы очень разные, и у каждого есть своя зона ответственности. Или просто повзрослели, может быть? Возможно. Возможно. Ну, просто Ваня тоже получил высшее образование хореографическое, только в Институте современного искусства в Москве. У него тоже магистратура. И там как раз больше внимания уделялось именно постановкам, то есть того, как строится КПТ, композиция, постановка танца. Как ставить номера. И у него как раз дипломная работа, ну, дипломная магистрская диссертация, она у него была что-то типа из серии «Как использовать стрит-лексику для создания крупной сценической формы». Да? Ого! Ну, да, звучит... Ну, я, на самом деле, не точно воспроизвожу. Вот, ну, то есть в том, что абсолютно верно ты сказала, что уличный танец, это же что-то такое, типа, да, социальный танец, все повторяют. И, на самом деле, он не очень сценичный, да? То есть сложно его сделать сценичным, когда ты со сцены 20-метровой, да, условно говоря, расстояние видишь, смотришь, тебе интересно. И вот, в общем, он искал способы, инструменты, возможности, описывал это. В общем, у него такая была диссертация. Вы раньше ведь, я знаю, что участвовали сами. И ты, и вы вдвоем, и он один. Участвовали в конкурсах, причем на федеральных каналах, по-моему, танцы на ТНТ, такого плана, да? На ТНТ мы не участвовали, мы участвовали в проекте первого канала, там был такой танцуй проект. Как сейчас с этим обстоит? То есть вы из солистов, из танцоров перешли уже в другой статус, статус преподавателя? Или вы еще что-то там тоже выступать пытаетесь еще? Ну да. Соревноваться? Ну вот здесь хороший вопрос. То есть мой папа, он тоже связан с творчеством, он музыкант, и он мне всегда всю жизнь говорил, ты знаешь, Даш, нужно из искусства уходить молодым. Это вот он мне говорил, я никогда не понимала, почему. И что есть молодость? То есть она какая? Мотор с философски. Она какая? И здесь я всегда с какой-то обидой реагировала на, ну, условно, какие-то... Когда кто-то предполагал и говорил, что ну вот а что ты будешь делать после 30? Ну вот сейчас ты пляшешь, а дальше что? Или там сколько ты еще протанцуешь? Вот, я говорила, я танцеваю до 50 лет, и это вообще... Вот я думала, что до 50 важно продумать о том же. Вот, и как бы так получилось просто очень органично, что мы долго танцевали. Ну, кстати, вот примерно до 30, наверное. Вот, долго танцевали, выступали, ездили на батлы, то есть вот сами еще участвовали. Как солисты, да? Ну да, то есть в сольных зачетах, это когда ты сам за себя выступаешь. Да, в командах уже раньше мы как бы перестали выступать. Но вы руководили при этом студии? Конечно, конечно, да, да. То есть ты просто едешь, условно говоря, ученики выступают в категории там ученики, начинающие, а ты выступаешь в категории про, продолжающие. Вот. И для них это прекрасный пример, то, что вот твой наставник, он вот, пожалуйста, он вот двигается, танцует вот так, и тебе есть куда стремиться. Все работает. Вот. А потом ты просто понимаешь, что, ну, уже не надо. Ты уже себе все доказал. Что ты уже превращаешь танец в соревнование, потому что ты вынужден вставлять в эту минуту что-то, чтобы быть лучше. То есть не то, что тебе хочется, да? А просто, чтобы его посоветуют. Да, чтобы его победить. Чтобы вот как бы, да, это уже стратегия такая. И когда ты понимаешь, что ты превращаешься в спортсмена, ну, мне это стало неинтересно просто. Ну, как бы, каждый выбирает вот формулу свою, да, кому что. Вот. И, соответственно, как-то вот очень органично, спокойно соревнования просто как-то вот отошли. Ученики при этом ездят, и мы понимаем, что это важный этап развития. Это про эго, это про формирование профессионального эго. Важно в какой-то момент побеждать, почувствовать, что ты хорош. Да, 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 обязательно. Артисту, конечно. Конечно, конечно, да. Вот. Но самое главное, вот то, что мы тоже это ученикам сейчас прямо объясняем, что вот пресловутая не важна победа, важно участие, да. Вот. Не совсем так, а скорее есть разные форматы, в которых ты можешь себя по-разному показать. Где-то ты пробуешь соревноваться, и это хорошее такое, соберись, сделай, да. Вот. А где-то ты проявляешь себя. И здесь не надо соревноваться. Там, например, соло, когда ты показываешь, свою работу, постановку, или на тебя ставят соло, да, ты уже здесь даже не соревнуешься, а ты проявляешь себя, ты себя изучаешь с каждой постановкой. Вот. И когда это разделяется, мне кажется, это хорошая такая гармония, баланс. Вот это работает. Сейчас вы уже сами устраиваете, ну, может быть, не такого уровня, как на Первом канале баттлы и фестивали, но вы вот эту деятельность активно продолжаете, да? Да. Я помню, мы с тобой встречались несколько лет назад, вы тогда уже устраивали Макси-Ван, да, вот был фестиваль. Макси-Ван, фестиваль уличного танца. Да. Еще какие-то у вас движи постоянные. Постоянные, да. Каждый месяц что-то происходит. С нами, конечно, родители, кто вводит детей в студию, не соскучатся, правда. Иногда уже говорят, можно паузу. Таки, конечно, летом, июль-август. Отличные месяцы для отдыха. Вот, да. Причем проводится очень на серьезном уровне, на всероссийском, потому что, ну, сейчас есть сложности с тем, чтобы приезжали, ну, как бы, из других стран, да, вот. Но при этом, как бы, мы дошли до международного уровня в какой-то момент. То есть у нас реально приезжали люди из, там, Швейцарии, там, из Нью-Йорка и так далее, да. То есть прямо, как я хорошо сказала, Швейцария, Нью-Йорк, да. В общем, из разных стран. Вот, сейчас я просто уже запутаюсь в этом. И сейчас, да, сейчас Россия, но Россия такая хорошая география. То есть вот все соседние наши, условно говоря, области, которые не очень далеко там, ну, понятно, что Север-Урал, это как бы уже совсем далековато и дорого ехать, вот. А те, кто могут оказаться здесь, вот, они оказываются. Вот, и конкуренция очень большая, то есть там 1200 участников и так далее. То есть это очень крупные фесты. Вот, мы их делаем без поддержки, мы делаем их самостоятельно. Вот. Всяких вот официальных поддержек, да? Без грантовых штук, без всего, да, да. Ну, здесь как бы нужно понимать, что мы же все-таки частная школа, вот. И, в общем-то, соревноваться с инициативами от муниципальных образований достаточно сложно. Масштабно получается все это проводить, событий много, и это отдельная часть деятельности, проведения чемпионатов, соревнований. Причем у нас есть отдельно уличный танец, современный танец. Вот отдельно события, связанные с батлами, когда вот просто уже соревнования, то есть они все разделены. Так, какой тебе танец больше нравится? Современный. Можешь так сказать? Современный танец. Я вот знаю вот этот вакинг какой-то. Я его тоже танцую, да. Я знаю. Да. Я от тебя, можно сказать, узнала после Мадонны. Да, да. Ну, просто тоже разные цели. То есть мне нравится современный танец, потому что я могу в нем что-то исследовать. Я могу ставить перед собой какую-то задачу, погружаться в нее, находить слои. И этих слоев может быть настолько много, что это исследование может длиться очень долгое время. То есть мне нравилось это лонгитюдное исследование. Вот. А, в общем, например, в вакинге, вот, это направление социальное, клубное. Оно абсолютно, как ты уже сказала, оно достаточно простое для того, чтобы начать двигаться. И оно очень, знаешь, такое хорошо на эмоции, на проявление, такое, знаешь, легкое, в хорошем смысле этого слова. Вот. И он тоже есть в моей жизни. То есть я его тоже не бросаю. Ну, поэтому как-то так. Что, вот можете сказать, что есть люди такие, которым не дано заниматься танцами? Или все могут танцевать? Или у вас танцуют все? Как ты считаешь? В каком возрасте не поздно начать? Да. Мне кажется, просто есть люди без чувства ритма, например. Так же, как без слуха. Или что есть ритм, что есть слух. Да. Вот это все такие вопросы. Вот. Мне кажется, что танцуем-то мы все-таки от сердца, от души. Вот. Поэтому, если хочется, надо танцевать. Все остальное прикладывается. Главное, чтобы был грамотный преподаватель, который, ну, условно говоря, знает не одну возможность приведения человека в танец. Да. То есть очень большая ошибка, когда, например, человек приходит. На занятия танцевальные. И его обучение начинается с того, что он повторяет танцевальные комбинации за кем-то. И в этот момент ему может показать, что у меня ничего не получается. Я не могу повторить, я не могу запомнить. У меня нет координации, я ничего не слышу. И вообще это не мое. Вот. Но суть в том, что в этот момент ты не танцуешь. Ты просто повторяешь чей-то танец. А тебе нужен свой танец. Вот. И поэтому здесь нужно найти заход, чтобы человек мог вот этот танец обнаружить. А для этого нужны определенные знания педагога. Как его привести туда? С его чувством слуха, с его ритмом, с его комплекцией, с чем угодно. Вот. Но вообще этих границ нет. Мне кажется, танцуют все. Ты так считаешь? Однозначно. То есть ты к тебе приведи какого-нибудь там полного... Мы берем всех. Абсолютно всех. ...пошлого человека. И все равно он. Да, конечно. То есть вы берете... У вас нет возрастных ограничений? Нет. Или весовых каких-то? Никаких. А как это? Что за... Вообще у него... Я не понимаю, как это вообще работает. То есть у нас вот... Потому что дети выступают на сцене. И мне, например, педагоги из колледжа часто говорили, зачем ты в первую линию ставишь вот, например... Крупных деток, да? Да, больших, например, таких детей, объемных. Вот. И таких вот, вот таких вот. Зачем? Вот их надо в третью. Я говорю, в смысле? Не знаю, не хорошо танцуются. Он просто офигенный вообще. У него столько энергии. То есть ну как бы на него смотришь, и танец прям льется. Вот. Поэтому абсолютно вообще не важно. Вообще нет. Нет границ, да? Нет. Это правда. Такие субъективные наши какие-то вот... Может быть, это... Тереотипы просто, которые у нас годами вкладывались. Классическое балетное прошлое наше. То есть очень же много делала наша культурная условная пропаганда, чтобы классический балет возвести в ранг чего-то недостижимого и желаемого. И там надо трудиться упорно, там страдать. И нужно быть вот таким, и нужно не есть. Ну это, наверное, тем, кто балетом занимает. Конечно. Но это они же избраны богом. Да. Вот. Поэтому милости просим. А ты пропагандируешь танцы? Да, да, да. Да, просто по разные немножко стороны. Вот и все. То есть я очень уважаю тех, кто занимается классическим танцем. Когда мы занимались в академии, видели вот этих вот девчонок, мальчишек, которые в залах просто проводят всю свою жизнь, ничего не едят, мало пьют. Вот. То есть ты смотришь на них и думаешь, боже, какой это сумасшедший труд. Какие же вы просто, ну, я не знаю, это такая самоотдача. Да. Вот. Смопожертвование. Да, они причем очень взрослые, не по возрасту. То есть иногда в 9-10 лет ты смотришь, а там глаза просто 30-летнего человека, потому что он столько уже вообще в себе, вот, ну, в характере воспитал. Но вопрос, что это совсем не всем нужно, объективно говоря, потому что это очень сложно. Конечно. Вот. Ну, а что ты посоветуешь тем, кто думает, вот, отдать ребенка в танце, не отдать ребенка в танце? Вот так вот. Ну, главное, не заниматься насилием. То есть главное отдать, попробовать, и если ребенок говорит нет, значит нет. Вот. То есть как бы не надо настаивать. Бывает такое, что вот я так хочу, чтобы он занимался, и может вот так, но он меня так танцует. А вот он приходит на занятия, и вот нет. Вот не хочет заниматься, да? Вот. Ты даже можешь сама посоветовать, что не надо. Конечно. Да. У меня были такие варианты, когда родитель сам хотел танцевать всю жизнь, и вот начинает водить ребенка. Вот. А ребенок прям нет. Я говорю, ну, слушайте, вот, ну, Боря, а вот ты чем хочешь? Он говорит, я хочу на бокс. И я скажу, что он страдает, у меня стоит. Ну, конечно, мы месяц там вытянем с ним, попробуем. Но при этом я потом позову маму и скажу, отправьте ребенка на бокс. Ну, зачем? И потом мы с ней встречались в городе, пересекались, и говорит, Дарья Владимировна, мы чемпионы области. Я такая, о, ну, конечно. Ну, то есть зачем? То есть каждому свое. Вот. И вот это вот уважать, мне кажется, самое главное. И еще зависит от педагога, потому что бывает такое, что приведут, например, какой-то коллектив, где очень строго все. Вот. И, например, мальчики, мальчики, они вообще к этому не готовы. То есть я вообще... Готова страдать. Не готовы, нет. Потому что девочки не все-таки у нас такие, ну, все-таки российский менталитет. Мы как бы привыкли, что сейчас это подужмемся, все сделаем. Мальчиков нельзя ни в коем случае ломать, это же мужчины. У нас даже в коллективе это отдельная такая строка воспитания, потому что это мужчины, надо к нему относиться соответствующим образом. Вот. И поэтому они не в всех коллективах приживаются. Они приходят, не, не пойду, вообще не хочу в шортах, мне это все танцевать. А у нас еще хип-хоп, брейкинг. Мне кажется, у меня такое впечатление, что к тебе все, кто приходит, приживаются. У нас мало. Если вот такие педагоги у вас, как ты. У нас мало кто уходит, это правда. У нас небольшая текучка. Ну, то есть она, конечно, есть, потому что это нормально. Кто-то там прозанимается сезон и понял, что я, например, не хочу танцевать. Это нормально, да. Что бы мы там ни делали, просто у всех разные желания, стремления, проявления. Вот. Но в целом у нас небольшая текучка, это радует, да. Здорово. Даша, спасибо, что была сегодня с нами. Очень интересно было с тобой познавательно общаться. Я напоминаю, что в гостях у нас была Дарья Нехейма, хореограф, танц-преподаватель. Даша, спасибо. До новых встреч. А мы увидимся с вами на Барсе. Всего хорошего.